Мы переносимся, переносимся из Греции вообще на другой континент. Через пару секунд к нам присоединится Ольга Кадрич, директор департамента международных проектов Savils в России, и мы будем говорить о программе по Карибам. Наталья, ну, ответь, я думаю, что звонить вам можно прямо сейчас. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте, Филипп. Мы с вами, как я уже, я еще раз анонсирую, Ольга Кадрич, директор департамента международных проектов Savils в России, и мы сейчас с вами окажемся на Карибах, хотя я находюсь в Петербурге, Ольга находится в Москве, программой гражданства Карибских островов. Давайте сразу с места в карьер, потому что тут не одна программа, а целых пять, да еще куча разных нюансов, чтобы мы уложились в более-менее разумный срок. Рассказывайте, пожалуйста, что это такое и откуда ноги растут. Общий вопрос. Да, Филипп, большое спасибо за приглашение, уважаемые участники вебинара. По поводу гражданства стран Карибского региона, это программы, которые позволяют получить паспорт одной из пяти стран Карибского региона, которые в настоящий момент такие программы имеют. это, соответственно, страны Гренада, Санкица, Дневис, Доминика, Сан-Люсия и Антигу и Барбуда. И гражданство можно получить в обмен на инвестиции, которые могут быть осуществлены совершенно разным образом. То есть это может быть инвестиция в фонд государства, это может быть инвестиция в недвижимость, в какие-то доли отелей. Ольга, простите секунду, я попрошу просто... А, вот, как раз презентацию включаю, чтобы мы говорили более так с вами предметно. Да, как раз... Да, как раз вот... Да, спасибо, презентация на экране. Вот, и самая важная особенность этих программ является то, что получение паспорта в данном случае, оно происходит как бы безусловно. Да, вы выполняете условия программы, вы выполняете условия проверки вашей благонадежности, подтверждаете источник происхождения денежных средств, и на основании всего этого вам выдается паспорт. Что такое сам паспорт, да, стран Карибского региона? Это полноценные документы, подтверждающие, что вы являетесь их гражданином. Сами паспорта, они ничем не отличаются от тех паспортов, которые получают граждане, которые там родились и живут. Вот, поэтому, когда нам надо клиенты говорят, что это какая-то вот там непонятная бумажка, какой-то там фиктивный паспорт, это абсолютно не фиктивный, он абсолютно международно признанный документ. Все эти пять стран выдают вот такие паспорта. Ольга, давайте несколько слов теперь все-таки вот о именно этих вот программах. Ну, понятно, что сравнивать их можно опять-таки бесконечно, но пробежимся условно по каждой из пяти стран и зафиксируем их нюансы. К сожалению, я понимаю, что те, у кого небольшой экранчик, тоже, может быть, не всю таблицу увидят, но контакты у Ольги есть, и она тоже, я думаю, с удовольствием вышлит и презентацию, и расскажет подробности, ежели какой-то нюанс будет для вас важен, но незаметен. Пожалуйста. Да, конечно. И у нас вот до этого был слайд, где было как раз показано, для чего люди получают эти паспорта. Сейчас эти карибские паспорта, они воспринимаются в основном как паспорт для путешествий. То есть в зависимости от того, юрисдикцию, какой вы выбираете, какую юрисдикцию, в зависимости от этого, там разный список безвизовых стран. Вот, то есть это где-то от 180 стран плюс это Гренада, это самый паспорт, позволяющий посещение наибольшее количество стран безвиз. Вот, наименьше это Доминика, но каждый из этих стран постоянно работает над тем, чтобы эти соглашения о безвизовых перемещениях увеличивать. Вот, и работает с этим достаточно успешно и интенсивно. Давайте вот конкретно, может быть, просто пару слов буквально по каждой стране, а потом будем уже обобщать. Итак, понеслось. Хорошо. Да, значит, давайте начнем с Гренады. По нашему опыту, Гренада – это сейчас страна, которая пользуется наибольшим спросом, когда речь идет о выборе паспорт какой страны Карибского региона получать. Почему это так? Во-первых, Гренада – это единственная страна, паспорт которой позволяет подать на бизнес-визу Е2. Очень многие наши клиенты получают этот паспорт не просто для того, чтобы безвизово перемещаться по миру, но и в том числе для того, чтобы получить вот эту американскую визу Е2. Что такое виза Е2? Она позволяет находиться постоянно на территории США, иметь в США небольшой бизнес и при этом очень важно не становиться налоговым резидентом. Очень для многих тема налогообложения в США такая трепещущая, учитывая ситуацию, в которую попал наш соотечественник господин Тиньков. Но это самая громкая на самом деле история, потому что это публичный человек, а историй таких с непубличными людьми их тоже очень немало. Поэтому вот эта возможность, когда вы можете перевезти семью в США и отдать ваших детей в университеты и колледжи США, причем по тарифам для граждан США, эта возможность как раз и привлекает наших клиентов, когда они выбирают получение паспорта Гренады, и практически сразу после получения мы начинаем сбор документов на получение этой визы Е2. Также Гренада. Это из всех вот этих островов, наверное, самый экономически развитый остров. В Гренаде прекрасный университет, там очень хороший медицинский факультет, и граждане Гренады имеют возможность учиться в этом университете, но там практически бесплатно. И, допустим, получив в нем бакалавриат в этом университете и уехав куда-то уже в США, например, да, или в Европу, и получает там уже магистра, можно очень существенно сэкономить на оплате за обучение, учитывая, сколько стоит вообще в мире обучение по медицинским специальностям. Вот, еще что важно по Гренаде, гражданство Гренады передается по наследству, то есть и вы, и ваши дети, и ваши внуки, они тоже будут иметь возможность получить паспорт Гренады. Можно присоединять родителей в эту программу и детей, как несовершеннолетних, так и совершеннолетних до 30 лет. Довольно быстро происходит весь процесс, в зависимости от того, как быстро клиент готов собирать документы, да, в каком они у него находятся состоянии. Процесс может занять где-то от 3-4 месяцев до 8, до 6-8 месяцев. Говорю, в основном это зависит от пакета документов, которые мы собираем по инвестору и его семье. Естественно, чем больше членов семьи, тем больше документов, тем процесс может быть немножко дольше, но в любом случае за 8 месяцев мы укладываемся даже самыми сложными случаями по Гренаде. Друзья, я просто хочу напомнить, если вам, если кому-то интересно, именно какая-то из программ, какие-то нюансы, вот Ольге вопросы в чате самое время задавать сейчас. Давайте после Гренады идем дальше, что у нас следующий, Санкидс и Невис. Да, Санкидс и Невис – это самая старая программа получения паспортов обмена инвестиций в Карибском регионе. Она, конечно, самая популярная, очень много лет существует на рынке и стала пионером вообще в этой области предоставления гражданства в обмен на инвестиции. На настоящий момент Санкидс и Невис имеет безвизовый въезд в страны Шенгенского соглашения, есть возможность проживать в Великобритании по этому паспорту 6 месяцев в году. И в сущности, в зависимости от того, в какой стране у вас, например, есть бизнес, или где-то есть какой-то центр жизненных интересов, нужно как раз анализировать, какие страны, в какие юрисдикции предоставляют безвизовый въезд и уже выбирать страну в зависимости от того, где у вас какой интерес находится. Важно, что гражданство Санкидс и Невис позволяет также безвизово въезжать в Россию. Иногда бывают ситуации, когда вновь новые граждане карибских стран, они отказываются от своих основных гражданств, которые у них было по рождению. И, тем не менее, это гражданство, оно позволяет свободно въезжать на территорию России совершенно без проблем. В отличие, например, от паспортов европейских, которые, как мы знаем, что если человек теряет российский паспорт, то дальше процедура получения виз или вид на жительство в России, она тоже очень высокая. Да, 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 это реальность, с чем сталкиваются наши клиенты. Вот, и ситуация часто бывает очень сложной. Дальше идем. А сейчас я еще скажу, что... Да, по Санкидс и Невис. ...есть возможность до конца этого года, инвестировав всего 150 тысяч долларов, даже не инвестировав, а сделав безвозмездный взнос в пользу государства, на семью из четырех человек получить гражданство. Это такая акция, которая была введена в начале... Это государственная акция для, собственно... Да, 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 да. То есть это все государственные программы, и, соответственно, когда какие-то проходят акции, то это, безусловно, все одобрено государством, это там не мы придумали. Вот, это именно государство таким образом привлекает инвесторов именно вот в свою юрисдикцию. Окей, давайте дальше, Доминик. Я так понимаю, что, безусловно, многие моменты все равно будут уже общие, поэтому давайте просто выделять, может быть, какие-то вот узкие нюансы, которые отличают от всех остальных программ. Да, конечно. Доминика, она характерна тем, что это самая дешевая юрисдикция, если мы говорим об одном инвесторе. То есть если человек один, да, он не планирует присоединять никаких членов своей семьи, то просто сделав безвозмездный взнос в пользу государства в размере 100 тысяч долларов и заплатить порядка 30 тысяч долларов различных пошлин, человек может получить гражданство Доминики. То есть, как правило, это мы предлагаем тем, кто действительно подается один без членов семьи. Окей. Да. Смотрим дальше. Доминика, она получает самая дешевая для одного. Антигу и Барбуда. Антигу и Барбуда немножко отличаются от других стран тем, что это единственная страна, которая требует, чтобы в течение пяти лет, хотя бы на пять дней, каждый, кто участвует в заявке, приехали физически и посетили Антигу и Барбуду. На самом деле, не самое худшее место, куда можно прилететь. Это великолепный курорт на потрясающем Карибском море. Но, тем не менее, учитывая то, что практически, наверное, 95% учителей паспортов, к сожалению, никогда туда, до Карибов, не долетают, хотя им предлагают там и отели, разные опции, чтобы привлечь людей именно на отдых, все-таки это от нас достаточно далеко. Если для москвичей и жителей Санкт-Петербурга это как-то еще по времени более-менее доступно, то, конечно, когда мы это начинаем рассказывать нашим уважаемым клиентам из, там, не знаю, Новосибирска, там, Норильск. Ну, понятно, то есть плюс еще одна пересадка, это уже... Многие от них это просто превращаются в сутки, да, это поездка, вдохнуть на пять дней на Карибы, то есть это джетлаг, в общем, это достаточно такая история, действительно у нас непопулярная. Поэтому вот этот паспорт и через пять лет Антигу и Барбуду могут попросить еще пройти дополнительный комплайнс, то есть проверку благонадежности, что с вами происходило за эти пять лет. Вот, и если что-то они сочтут, что не совсем, да, там их устроит, то вопросы с продлением этого паспорта могут возникнуть. Это единственная страна, которая оставляет за собой право через пять лет у вас гражданство отозвать. Вот, по всем остальным странам вы получаете паспорт один раз и на всю жизнь, вы и вашей семье. А я пока тут нажал лишний раз на кнопочку, и мы с вами переместились из Антигуа в Санкт-Люсио. Да. Санкт-Люсио, в принципе, имеет практически аналогичные условия всем предыдущим странам, что характерно для именно этой юрисдикции, что здесь есть возможность инвестиций в государственные облигации на пять лет, 250 тысяч долларов. Такой опции в других странах нет. Вот, и это возвратная инвестиция, которую через пять лет государство вам возвращает, а паспорт у вас остается. По всем остальным моментам, в принципе, не отличается от всех предыдущих обозначений. Смотрите, Ольга, я вот все-таки на секунду тогда отключу вот этот кадр, а потом сразу переведу на общий экран. И тут кадр был очень характерный. Можно, опять же, не все видят. Вот смотрите, Гренаду, у вас тут много-много-много плюсиков. А тут где-то поменьше, 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 поменьше. Все-таки как к этому относиться? Потому что, знаете, ну, как бы вот когда люди видят много плюсиков, им кажется, что и чего и выбирать-то? Гренады и альтернативы никакой нет. В чем тут может быть логика? И почему где-то много плюсиков, где-то мало? Как вот с точки зрения желания купить это можно анализировать? Ну, смотрите, как я уже сказала, это иногда зависит и от того, какие безвизовые страны возможно посетить с тем или иным паспортом. Да, там иногда-то есть нюансы. У нас, например, был клиент, у которого бизнес в разных странах Латинской Америки. И он подбирал себе паспорт именно по тому, с какими странами у государства есть договоренности вот именно по Латинской Америке. Кому-то важен Сингапур, да, кому-то важна Япония. Вот это один из таких моментов, который достаточно важен при выборе юрисдикции. Второй момент, безусловно, люди в зависимости от состава члена семьи выбирают, где дешевле. То есть очень отличаются страны по ценообразованию в зависимости от состава члена семьи. Где-то выгоднее одному. Да, если, например, очень большая семья, да, бывают там пять, шесть, восемь человек, то там надо очень подробно просчитывать, потому что везде различаются государственные пошлины, везде различаются суммы за due diligence. Вот, поэтому это тоже такой момент очень немаловажный. Я немножко прошу прощения, у нас параллельно, значит, Наталья отвечает на вопросы по Греции, а мы уже по Карибах. Так что потом, кстати, тоже хочу попросить, Ольга, вы потом тоже не уходите, как вам будут вопросы, чтобы вы тоже могли на них отвечать. Давайте теперь все-таки такой момент. Мы говорим об инвестициях, хотя вы сказали, что есть возможность и безвозмездного взноса. Несколько слов об этом, как выбрать, от чего зависит этот выбор, и если мы говорим о безвозмездном взносе, какой порядок сумм, понятно, везде разные. Если инвестиция, то какой тогда? Вот, да, спасибо, что вы перешли на этот слайд. Как правило, каждая юрисдикция предлагает три способа инвестиций для получения паспорта. Первый – это невозвратный взнос в фонд развития страны. Как правило, это самая дешевая опция. То есть во всех странах эта опция, она предполагает минимальное материальное участие. То есть самая дешевая Доминика на одного человека – это 100 тысяч долларов. И дальше уже по нарастающей максимальная сумма невозвратного взноса где-то для семьи из четырех человек – это где-то 250-280 тысяч долларов. И в чем преимущество этого варианта, и почему наши клиенты многие его выбирают? То есть вы взнос сделали, да, вы паспорт получили и забыли. И вам не надо думать, что там с недвижимостью, с какими-то долями, да, вы все, паспорт получили, ездите с ним, перемещаетесь и все. То есть вы вопрос не всегда закрыли. Это такой тоже момент, который для некоторых является очень важным. Практически на каждом острове есть возможность получить гражданство в обмен на инвестиции в недвижимость, которая на этом острове находится. Суммы, как правило, чуть побольше. Это от 300 до 450 тысяч долларов в зависимости от острова. И вы не можете просто приехать, выбрать себе любую какую-нибудь там коттедж, виллу или там квартиру, купить и получить паспорт. Нет, это должна быть инвестиция именно в проект, который одобрен государством именно под эту программу. Мы предлагаем разные варианты на разных островах. Но при этом надо понимать, что Карибские острова, поскольку являются, в общем-то, курорт мирового класса, и россияне туда не так часто летают, но это безумно популярное направление у стран Латинской Америки, и, безусловно, прежде всего у США. Если мы говорим о какой-то недвижимости класса люкс, то за 300-400 тысяч купить какую-то шикарную виллу на берегу океана с потрясающими видовыми характеристиками – это, скорее, мы уже говорим, от миллиона, и дальше это уходит в бесконечность. Поэтому, опять же, за недвижимостью надо следить, о ней надо заботиться, ее надо как-то обслуживать, думать о том, как ее сдавать в аренду, если вы там сами не проживаете. Поэтому эта опция, она, наверное, наименее популярная из всех. Хотя, в принципе, тоже есть люди, которые покупают там недвижимость, кто-то приезжает сам, сдают. В общем, тоже такая возможность существует. И в зависимости от юрисдикции вы можете продать эту недвижимость, там где-то через 5 лет, где-то через 7 лет, то есть паспорт у вас останется, нет необходимости эту недвижимость сохранять за собой по жизни. Но наиболее популярным для инвестиций – это остается приобретение долей в отелях. Опять же, это приобретение доли не в любом отеле, который есть на островах, там очень развитая туристическая инфраструктура и масса гостиниц там от 3 до 5 звездочных. Это именно проекты, которые получили одобрение государства, и у которых заключен договор между государственным и девелопером о том, что таким образом структурируются сделки по приобретению долей, что инвестировав в отель 220 тысяч долларов, эта сумма, она одинакова, как для Гренады, Сан-Китсен-Нейвиса и Доминики, можно получить гражданство в обменные инвестиции. Еще раз, значит, смотрите, я вкладываю в этот отель. Отель этот уже построен или нет? И какую прибыль я в данном случае получаю? Можно я это рассматривать как инвестицию? Да, смотрите. Значит, если мы говорим про те возможности, которые наша компания предлагает клиентам, значит, это отель «Парк Хаят» на Сан-Китсен-Нейвисе. Этот отель уже построен давно, он функционирует. Более того, в этом отеле уже начались перепродажи долей. То есть те, кто купили в 15-м году, в 16-м году эти доли, уже сейчас продают эти доли следующим желающим получить гражданство. Таким образом... Без, не теряя при этом... Да, при этом паспорт не теряется. Паспорт остается с вами навсегда. Вот. А долю в отеле вы получаете. В смысле, долю в отеле вы продаете. По поводу дохода. В доковидные времена «Парк Хаят» давал где-то порядка 4% в долларах на инвестиционную сумму. То есть от 220 тысяч. Скажите, а должен ли я... Ну, понятно, что тут у меня штука такая неприятная, да? Соответственно, все отели... Ну, по крайней мере, не все, а в разных странах очень по-разному. Но многие отели просто, понятно, потеряли в трафике. Это совершенно естественно. Сколько я плачу за управление по умолчанию? Как это происходит? Все управление берет на себя управляющая компания, да, управляет всем компаниями. Хаят, да, поскольку, да, Хаят – это бренд, который осуществляет именно управление отелями, да. Хаят не владеет самой недвижимостью, а это именно как управленцы. Я не плачу что-нибудь? Я, наверное, должен платить. Нет, и ничего вы не платите за это управление. То есть та сумма, которую вы получаете, это уже сумма, соответственно, к вашей выплате на счет. Вот. И никаких других расходов, в отличие, например, от недвижимости, да, когда у вас какая-то вилла или апартаменты, у вас нет. То есть вы купили, получаете доход после того, как отель достроился, и ничего больше не платите. Окей. Хорошо. Давайте тогда посмотрим еще дальше примеры, которые у вас есть. Да. И, кстати, вы знаете, единственное, у меня сейчас опять из Фейсбука пришел вопрос, вам, к сожалению, здесь его в чате нет, а вопрос такой. Вот все-таки я абсолютно был убежден, что такой вопрос последует, тут уж ничего не поделаешь. То есть в какой карибской программе процесс оформления паспорта максимально простой? В том смысле, что не нужно ехать в страну, все можно сделать удаленно, с минимальными усилиями. Где проще? Вот можете вот так сказать? Ну, смотрите, за исключением Антигу и Барбуду, куда все-таки надо приехать, все остальные четыре юрисдикции, они оформляются именно с организационно-юридической точки зрения абсолютно одинаковыми. То есть мы здесь, в Москве, в России, да, собираем весь необходимый пакет документов. Какие-то страны требуют получения опостилен документа, какие-то нет. Естественно, все это переводится на английский язык. Весь пакет документов направляется в иммиграционные органы. И дальше уже на месте принимается решение, могут быть какие-то запросы по документам. Вот. Но никуда лететь не надо в любом случае. Наверное, проще и быстрее всего по дотации это оформление Доминики. Что касается по приобретению удалей в отеле, мы все-таки рекомендуем Гренаду, потому что, проходя, в общем, абсолютно одинаковый юридический путь, вы в итоге получаете паспорт, который дает вам выход на США, и который имеет самое большое количество безвизовых стран для посещения. Окей. Ольга, давайте тогда еще несколько проектов, которые есть, несколько слов по ним, и тогда перейдем уже к вопросам, а как же все правильно оформлять. Да. Значит, я рассказала про Хаят на Сан-Ки-Цен-Нивисе, а теперь у нас Кемпинский на Доминики. Это тоже уже построенный отель, пятизвездочный, потрясающе красивой бухте. Там еще не началась перепродажа долей, потому что еще не вышел срок удержания у первых инвесторов, но отель работает, отель тоже приносит доход, и он также посещается, как и любые другие отели на Карибских островах. Очень красивый. Красивый тоже. Очень спортный. Да, да, да. Все красиво. Гренада. Гренада. И вот на Гренаде отель Six Senses. Это, если мы даже будем сравнивать, допустим, с Хаятом и с Кимпинским, Six Senses, я бы сказала, это немножко следующий уровень отелей. Выше. Выше. Выше, да, да, да. Это выше уровень отелей. И это, наверное, самый роскошный проект, который сейчас строится на Карибских островах. На потрясающем пляже, недалеко от аэропорта, с помрачительным спа, все, как сейчас модно, экологично, питание правильное, спа там с утра до вечера и возможность получить отдых просто по абсолютно самым высочайшим меркам. Но он будет построен в конце следующего года. И надо сказать, что застройщик, это один застройщик, который строит эти отели. Для своих клиентов застройщик как раз и предлагает опцию бесплатного проживания две недели в году в каждом из этих отелей. То есть если вы покупаете отель, долю в отеле Six Senses на Гренаде, то пока он не построится, можно съездить на Доминик, в Кемпинский, в Хаят, на Санкиц и провести две недели там. Скажите, отель еще будет построен, но гражданство ты получаешь уже на основании самого факта инвестиций. То есть тебе не надо ждать завершения строительства. Не надо ждать завершения строительства. И важно, что срок удержания вот этой доли, он начинается с того момента, как вы инвестировали, а не с того момента, когда отель начал функционировать. Важная возможность. Важная возможность, да, с того момента, когда отель начинает функционировать. А если мы говорим про вот этот срок удержания, то это с момента инвестиций. Окей. Давайте теперь успеем еще поговорить о двух важнейших моментах. Все-таки стоимость и процедура. Как я понимаю, здесь у Карибов тоже есть определенный ряд особенностей и преимуществ. Ну вот, понятное дело, что пять стран, уйма разных программ, единый вариант, как-то универсальную штуку не напишешь. Но давайте на этом примере, который вы здесь показываете. Ну да, мы рассматриваем стандартную семью. Это семья из четырех человек, двое, да, мама, папа и двое детей. В этом случае 220 тысяч долларов, эта сумма, она остается неизменной, даже если количество людей больше. То есть, когда вы инвестируете в долю отеля, неважно, сколько людей в заявлении. Может быть, один человек, это будет 220 тысяч. Это может быть, там, не знаю, 10 человек, это тоже будет 220 тысяч. Это тоже очень важно. Меняется вот размер государственной пошлины. Вот на семью из четырех человек на Гренаде, она 50 тысяч долларов. Дальше уже в зависимости от того, какого члена семьи вы присоединяете, она может увеличиваться от 10 до 25 тысяч долларов. Также есть плата за проверку благонадежности. То есть, когда мы отправляем весь ваш пакет документов в иммиграционные органы, то идет проверка этих документов. И прежде всего, на что обращается внимание? На источник происхождения денежных средств. На что это жесткие проверки? Как вы описали? Вы знаете, проверки достаточно жесткие. То есть, вот эти карибские страны, это не какие-то банановые республики, которые где-то печатают на принтере паспорта. Все проверяется и в Интерполе, все проверяется на ресурсах, которыми сейчас буквально пронизано все международное общение всех иммиграционных органов. И если нам кажется, что у нас где-то маленький заводик, я не знаю, под Новосибирском, мы о нем в Гренаде не рассказали, о нем никто не узнает, нет, это не так. Вот, узнают, есть этот заводик, да, там как-то связан с Министерством обороны, об этом узнают тем более. То, что мы всегда доносим до клиентов, что вы приходите к нам как к священникам на исповедь. Да, если мы с вами идем в программу, то нужно полностью рассказать нам все, что мы спрашиваем. Это не просто наш какой-то, да, там интерес, что мы такие любопытные. Чем более открыта информация, чем мы, да, готовы, клиент готов более открыто с нами работать, тем проще. Мы также помогаем клиентам решать какие-то сложные случаи. Да, у нас все-таки страна, ну, относится... Непростая. Любимая нам непростая. Непростая, да. Вот, разные бывают моменты. И вот вопрос, допустим, если все денежные средства получены наличными, да, то мы тоже предлагаем некие возможности решения. Объяснить это, да. Да, как-то объяснить. Пишется объяснение о том, что вот у нас, особенно, да, те капиталы, которые были получены в 90-е годы, их иногда сейчас, ну, вообще, ну, никак невозможно, да, объяснить, вот откуда они возникли. Но наш опыт позволяет каким-то образом искать различные варианты представления этой информации. Окей. Ольга, ну и давайте тогда, раз уж поговорили об исповеди, пару слов о том, как проходит вот этот исповедальный путь. То есть, с чего надо начинать. Насколько я понимаю, здесь вся эта история ведь тоже может проходить без выезда за границу. Да, абсолютно. Вся история может происходить даже без приезда к нам в офис. Со многими нашими клиентами мы работаем, ну, онлайн, да, некоторые никогда и не видят нас лично, вот, хотя мы всегда всех к себе приглашаем. С чего мы начинаем? Прежде всего мы, конечно, выбираем юрисдикцию. Мы смотрим на состав семьи, на то, какие у человека, где интересы находятся, и выбираем, о какой стране будет идти речь. После этого мы делаем так называемую проверку World Check. Это международная система, которая содержит информацию о каждом из нас. И если там есть участие в каких-то там политических структурах, участие в компаниях, которые были подвергнуты какими-либо санкциями, да, или если что-то связано с вопросами судимости, это все показывается на первом этапе, вот на этот самый World Check. И в зависимости от того, что нам показала эта проверка, мы принимаем уже дальше решение, как мы будем с клиентом работать. Если мы понимаем, что ему совсем никак не получится покоривым, можем предложить другие юрисдикции, можем что-то, да, смотреть, что можно, да, можно, допустим, вот часто история, которую мы используем, что основным заявителем мы делаем, допустим, не главу семьи, а его супругу. И тогда какие-то моменты, связанные с вот этой проверкой World Check, да, их можно снивелировать, потому что основная проверка приходится на основного заявителя, а члены семьи уже проверяются в более таком мягком режиме, я бы сказала. Окей. Прости, я сразу скажу, чтобы не смущать, значит, наших зрителей, можно обращаться и к Ольге, и к Анне Ульяновой, просто у нас в чате опубликованы изначально контакты Анны. Ольга и Анна работают вместе в одной компании, в компании Savills, так что тут никакой путаницы нет, все нормально. Вопросы по карибским странам. И, кстати, еще раз очень, Ольга, там есть еще несколько вопросов. Вот вы сможете тоже потом отдельно, еще раз повторю, по завершении нашей с вами беседы в чате на них ответить? Да, конечно, конечно. Так, давайте пройдем дальше и будем уже, да, у нас еще буквально пару минут сам ездить. Да. После этой проверки, да, когда мы понимаем, кому делать с основным заявителем, да, и кто входит в программу, выставляется уже счет за юридические услуги, за оплату каких-то инвестиций, да, в зависимости от того, что человек выбирает. Готовим полный пакет документов, все переводим, легализуем, апостелируем, отправляем на место. Локальные агенты подают эти документы уже в местные иммиграционные органы, и после этого в течение двух-трех месяцев мы ждем принятия решений о, ну, о получении, о присвоении гражданства, вот, и потом, когда получен сертификат о получении гражданства, уплачивается уже полная сумма инвестиционная, и после этого вы уже получаете саму корочку паспорта. Корочку получаете где? Корочка, как правило, присылается либо нам, либо клиенту дипломатической почты, зависит от юрисдикции. Гренада – это, кстати, единственная страна, которая имеет свое посольство в России. Ну, из этих стран, в смысле, из этих пяти. Да, из этих, да, конечно, из этих пяти, да. Из этих стран, то есть, да, вы получаете, ну, вы получаете гражданство страны, и в России, да, в посольство которой вы можете обратиться за заменой там корочки паспорта, да, за решение каких-то любых других вопросов. Окей. Ну, на самом деле, уверен, что вопросы еще будут, вопросов много, там несколько уже тоже они прозвучали, я думаю, что еще несколько будет. Я вот еще хочу тогда все-таки в завершении спросить. У вас, Ольга, как бы вы описали, вот, паспорта карибских стран, для кого они, в чем основное преимущество, в чем, может быть, какие-то недостатки, то есть, кому они подходят, кому они не подходят? Ну, смотрите, эти страны однозначно не подходят для постоянного проживания в Европе. Вот меня часто спрашивают, да, могу я получить паспорт там карибов и потом жить в Европе. Нет, постоянно вы жить в Европе с этим паспортом не можете, работать по найму там в Европе вы не можете, но на этот паспорт намного проще, допустим, открыть банковский счет или открыть бизнес, купить какую-то долю в бизнесе. Особенно вот закон АКИК показал, показал, что приобретение бизнеса за рубежом на российский паспорт, да, это не всегда разумное решение. Некоторые наши клиенты стали переводить свои активы вот на паспорта стран Карибского региона. Опять же, это все не совсем линейно. Здесь, безусловно, нужны очень серьезные консультации с налоговыми специалистами в области международного налогового планирования, но, тем не менее, да, это все возможно сделать. Вот, поэтому для тех, кто хочет без визы перемещаться по миру и кто еще рассматривает возможность переезда потом в США вот на основании визы Е2, это вот как раз паспорта, и особенно паспорт Гренады, это вот как раз для них. Вот, но для постоянного проживания в европейских странах, даже в той же Великобритании, эти паспорта формально не работают. Окей, и еще все-таки один вопрос, вот он опять же из Фейсбука ко мне сюда сейчас пришел. Вот эти гостиницы, какой доход они могут обеспечить? Простите, Филипп, я не расслышала вас. Какой доход эти гостиницы могут обеспечить? Ну, мы ориентируем наших клиентов на 3-5% годовых. Вот, как я уже говорила, по хаяту на Санкт-Кидзен-Невисе до ковида это было в районе 4%. Окей. Ну что ж, дорогие друзья, Ольга Кадрич, директор департамента международных проектов Северс в России. Ольга, я отпускаю вас отвечать на вопросы. Да, спасибо.